Время 15.30 Мы рады вас приветствовать и сегодняшний наш симпозиум будет посвящен возможностям не медикаментозного лечения сердечной недостаточности, а именно имплантации различных устройств и хирургических интервенционных методов лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Олег Валерьевич. Да, тоже рад всех приветствовать. Татьяна Марковна, уважаемые участники. Надеюсь, что ковид не помешает нам все-таки обсуждать эти интересные вопросы. Как известно, эпидемия приходит и уходит, а хроническая сердечная недостаточность, она остается. И первый доклад у нас посвящен новой методике, тематике модуляции сердечной сократимости, которую доложит профессор Пускач, Татьяна Марковна. Пожалуйста, вам слово, Татьяна Марковна. Спасибо большое. Сейчас я включу демонстрацию экрана. И я буду говорить о модуляции сердечной сократимости у пациентов с федериляцией предсердий. Это мой конструктор интересов. Я являюсь ведущим научным сотрудником отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности и профессором кафедры кардиологии Российской медицинской академии непрерывного постдипломного образования. И сразу начну о том, что же такое модуляция сердечной сократимости. Об этих девайсах широко стали они применяться с 2014 года, а так вообще с начала 2000-х годов применяется модуляция сердечной сократимости. Сигналы модуляции сердечной сократимости наносятся через 30 миллисекунд от начала комплекса QRS. Эффект модуляции сердечной сократимости не зависит от длительности комплекса QRS и, соответственно, данный девайс применяется у пациентов с узкими комплексами в отличие от сердечно-ресинхронизирующей терапии. Но мы прекрасно знаем, что и у пациентов с установленными ресинхронизаторами также мы можем применять модуляторы сердечной сократимости. Модуляция сердечной сократимости активирует топ кальция и экспрессию белков и генов, участвующих в обмене кальция. Таким образом, мы получаем увеличение силы сокращения левого желудочка, снижение объема левого желудочка, повышение фракции выброса, увеличение толерантности к физическим нагрузкам и качеству жизни. С позиции рекомендаций в апдейте рекомендации по сердечной недостаточности, которые датируются 2019 годом, мы можем найти показания для модуляции сердечной сократимости у пациентов с фракцией выброса левого желудочка от 25 до 45% и комплексом QRS менее 130 мс. Надо сказать, что эти цифры 25-45% появились только недавно после проведенных клинических исследований, а ранее показанием модуляции сердечной сократимости была любая сниженная фракция выброса. Единственное, в показаниях звучала цифра не менее 20%, а так мы устанавливали эти приборы и мы, и наши зарубежные коллеги у пациентов с фракцией выброса менее 40%. Противопоказаниями, в принципе, их немного, это только механические протесты рекомендационного клапана и отсутствие подключичного доступа. И множество, конечно, факторов неизученных для приборов модуляторов сердечной сократимости. Говоря о значимых клинических исследованиях по имплантации модуляторов сердечной сократимости, хочется обратить внимание на три исследования, 4, FIX-CHF4, FIX-HF5 и FIX-HF5C, в которых было включено достаточно большое количество пациентов. И надо сказать, что в самом крупном исследовании, 428 пациентов, в которое было включено, было изучено изменение ментиляционного аэробного порога и пика употребления кислорода. Надо сказать, что именно в этом исследовании при разделении групп по фракции выброса более 25% и менее 25% было получено лучшие результаты у пациентов с фракцией выброса от 25% до 35%. Именно поэтому в следующем исследовании FIX-HF5C изучалось 160 пациентов с фракцией выброса от 25% до 45%. И поэтому именно для этой группы мы можем найти рекомендации. Тем не менее, мы прекрасно знаем, что имплантировались модуляторы сердечной сократимости достаточно широкой категории пациентов из фракции выброса менее 25%. Но именно в последнем исследовании, помимо улучшения качества жизни пациентов, клинической симптоматики, было получено, правда, достаточно суррогатная составная конечная точка, которая являлась конечной точкой безопасности, улучшение таких показателей, как смерть плюс госпитализация по причине сердечной недостаточности. Эта ситуация достаточно много подвергалась критике среди экспертов и специалистов по сердечной недостаточности. Тем не менее, в данном исследовании это было получено. В последующем был проведен регистр, в который вошло 140 пациентов, и, как мы видим, было разделение на фракцию выброса с границей 35%. То есть группа пациентов от 25% до 35% и от 35% до 45%. И здесь мы видим, если мы говорим о выживаемости, то по сравнению с расчетной выживаемостью при сердечной недостаточности, у тех пациентов, у которых фракция выброса выше 35%, мы видим статистически значимую лучшую выживаемость. В то время как пациенты с более низкой фракцией, у них не получается статистической значимости в улучшении прогноза при имплантации модуляторов сердечной сократимости. Но надо сказать, что и у тех, и других пациентов, как и во всех предыдущих исследованиях, мы видим четкое и значимое улучшение функционального класса сердечной недостаточности, улучшение качества жизни наших пациентов. И у тех пациентов, у которых в данном исследовании изучалась фракция выброса левого желудочка, она изучалась не у всех, мы видим статистически значимое увеличение фракции выброса с 32% до 35% и снижение частоты госпитализации. Собственно говоря, этот регистр подтверждает данные предыдущих исследований, которые говорят о том, что, конечно же, основные клинические показатели, которые были достигнуты при модуляции сердечной сократимости, это снижение функционального класса, улучшение в целом показателей качества жизни, снижение уровня типа ВНП, повышение пика употребления кислорода. И что касается смерти плюс госпитализации, то вот только в одном исследовании это было получено, но, безусловно, исследований достаточно мало крупных проведено, чтобы говорить, что модуляция сердечной сократимости совсем не влияет на прогноз. В нашей стране приборы имплантируются в течение последних пяти лет, и надо сказать, что есть уже опубликованные работы, в частности, работа из Санкт-Петербурга, где 55 пациентов, два года наблюдения, были имплантированы приборы-оптимайзер третьего поколения, и мы видим, что смертность в этом наблюдении составила за два года 20%. Мы прекрасно знаем, что это невысокая смертность для таких пациентов с тяжелой хронической сердечной недостаточностью. Но также, как и в зарубежных исследованиях, мы видим улучшение функционального класса и снижение количества госпитализаций у пациентов с имплантированными приборами модуляции сердечной сократимости. И средняя фракция выброса у пациентов, мы видим, была достаточно низкой, 26%. Это, конечно, говорит о том, что пациенты включались достаточно тяжелыми. Опубликована есть работа 10 пациентов из города Кемерово, в котором была попытка изучения влияния модуляции сердечной сократимости на синхронизацию, контрактивность и деформацию миокарда. Ну, надо сказать, что эти показатели не были получены, но было получено улучшение переносимости физической нагрузки, повышение анаэробного порога, увеличение фракции выброса левого желудочка. Безусловно, это достаточно небольшие наблюдения, и все они касались пациентов с синусовым ритмом. А сегодня мы говорим о фибрилляции предсердия. Мы прекрасно знаем, что фибрилляция предсердия имеет большое значение для сердечной недостаточности, поскольку усугубляет прогноз при любой фракции выброса, и, конечно же, у пациентов с низкой фракцией выброса при соединении фибрилляции предсердия напрямую увеличивает риск госпитализации и смерти. И вероятность выживания минимальная у пациентов с более низкой фракцией выброса и фибрилляцией предсердий по сравнению с пациентами с синусовым ритмом и отсутствием фибрилляции предсердия, то есть на синусовом ритме. Надо сказать, что появился прибор Optimizer Smart, это последнего поколения прибор, который имеет два желудочковых электрода по сравнению с предыдущими приборами, имевшими три электрода, и соответственно он может быть имплантирован пациентом и при фибрилляции предсерда, поскольку при имплантации этого прибора нет необходимости в детекции предсердной активности. И это открывает новые возможности для лечения такой самой прогностически неблагоприятной группы пациентов с сердечной недостаточностью, как пациенты с фибрилляцией предсердия. Надо сказать, что в исследованиях периодически встречались пациенты единичные, которые имели фибрилляцию предсердия, но их было крайне мало. Вот опыт наблюдений в Германии, всего 5 пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердия, правда им были имплантированы разные приборы и третьего, и четвертого поколения, но не Optimizer Smart, который имеет два электрода. Мы видим, что, конечно, на таком небольшом наблюдении никаких результатов получить значимых невозможно, но какие-то минимальные улучшения в показателях качества жизни было получено. По имплантации прибора Optimizer Smart опубликовано одноцентровое исследование, также немецкое, в которое вошли 19 пациентов, и из них 90% имели фибрилляцию предсердия. Очень короткое наблюдение, но надо сказать, что было, опять же, получено улучшение качества жизни и снижение функционального класса сердечной недостаточности, при том, что параметры эхокардиографические и мозгового натриотического пептида были беззначимой динамики. У нас в отделе сердечной недостаточности и отделе сердечно-сосудистой хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии в настоящее время проходит большое наблюдение по имплантации модуляции, большая научная работа в рамках клинической апробации по имплантации модуляторов сердечной сократимости у пациентов с фибрилляцией предсердия. Надо сказать, что это критерии включения, вы видите на слайде, что за 2018 и 2019 годы нами было включено 100 пациентов. Результаты о первых 40 пациентах, включенных в 2018 году, уже опубликованы, а сейчас я хочу представить те результаты, которые мы получили при годовом наблюдении 100 пациентов. У нас как раз в ноябре этого года сейчас прошли последние годовые визиты у всех 100 пациентов, которым мы имплантировали модуляторы сердечной сократимости. Это все пациенты с фракцией выброса от 20 до 40 и разными формами фибрилляции предсердий. Критерии исключения – это обратимые причины сердечной недостаточности, разнообразные механические протезы трикоспидального клапана, затруднения сосудистого доступа, различные медицинские состояния, которые ограничивают выживание пациентов до года. Это исходные клинические характеристики наших пациентов. Надо сказать, что фракция выброса, вы видите, у нас средняя не такая, низкая – 38%, а функциональный класс в основном больше всего пациентов третьего функционального класса и 40% пациентов второго функционального класса. Все пациенты имели достаточно длительную продолжительность сердечной недостаточности. И так сложилось, что половина пациентов имеют пароксизмальную форму фибрилляции предсердий, половина – постоянную, 30% сахарного диабета. Ну, что, соответственно, можно сказать, соответствует популяции пациентов с сердечной недостаточностью. Касательно медикаментозной терапии наших пациентов, все пациенты получают и получали стабильную медикаментозную терапию с сердечной недостаточностью, включающую блокадры линейно-децентридостероновой системы, бета-адреноблокаторы, антагонисты нейрокартикоидных рецепторов и диуретики. Прибор Optimizer Smart был имплантирован всем пациентам. Надо сказать, что процент терапевтической стимуляции у нас достаточно высокий – более 93%, а по рекомендации производителя он составляет более 70%. Среднее время стимуляции – 7,4 часа, что выше, поскольку самая частая причина увеличения времени терапии – это недостаточный процесс стимуляции из-за высокой частоты сердечных сокращений. По понятным причинам пациенты с фибрилляцией предсердий имеют всегда более высокую частоту, чем пациенты с синусовым ритмом. И надо сказать, что по нашим наблюдениям порог работы прибора ограничивается частотой 110, и тогда увеличивается время стимуляции. Если говорить о тех сложностях, которые были в имплантациях приборов у 100 пациентов, у нас было два осложнения, которые потребовали удаления системы. Надо сказать, что одно произошло в течение месяца после имплантации, а второе – по прошествии более полугода у пациента после имплантации прибора «Оптимайзер СМАТ». И у той, и у другой – это были женщины-пациентки – наблюдалось клинически очень выраженное улучшение течения сердечной недостаточности, и пациенты крайне негативно относились к тому, что приборы у них были удалены. Тем не менее, нам пришлось это сделать. Были такие нежелательные явления, как ощущение дискомфорта в виде пульсации, которые прошли при отключении одного из желудочковых электродов. Через два месяца было подключено. Такие вещи наблюдались у трех пациентов. И у одного пациента была дислокация электрода. Выявленная на визите через два месяца после имплантации прибора была проведена успешная коррекция положения электрода. Других осложнений у наших пациентов пока не выявлено в течение года наблюдения. Больше всего, конечно, нас интересуют эхокардиографические параметры. Надо сказать, что по параметрам конечного диастолического размера, систолического размера, уже начиная с двух месяцев и к точке шести месяцев получено статистически значимое снижение данных размеров. И еще более значимое снижение конечного систолического объема, который, как правило, первым реагирует на воздействие или на терапию. Конечный диастолический объем снизился. К шести месяцам статистически значимое показание получено не было, но годовые результаты после 12 месяцев наблюдения можно констатировать, что и по конечному диастолическому размеру, и по систолическому размеру и объему мы наблюдаем статистически значимое обратное ремоделирование у пациентов на фоне имплантации модулятора сердечной сократимости. Ну и, конечно, фракция выброса левого желудочка, которая у нас уже через два месяца статистически значимо выросла и продолжался рост к шести месяцев и к двенадцати месяцев, фракция выброса оставалась такой же и статистически значимо более высокой по сравнению с исходной. Мы видим, что прирост в среднем составил 5% фракции выброса. Но, безусловно, у нас были пациенты, у которых фракция выброса увеличилась и на 15%. Это такие ситуации, которые, конечно, требуют представления клинических случаев. Сегодня в рамках короткого доклада у меня нет возможности это представить, но, поверьте, все это будет в свое время опубликовано. Как и во всех предыдущих исследованиях, мы получили улучшение показателей качества жизни как по тесту шестиминутной ходьбы, так и по миннесотскому опроснику качества жизни. Уровень NT pro BNP снизился и на 6 месяцев, и на 12, но статистически значимо наблюдается четкая тенденция, статистической значимости не получена, но, тем не менее, мы видим, что снижается уровень NT pro BNP с закономерным улучшением клинической картине сердечной недостаточности. Интересным является размер комплекса QRS. Мы видим, что в течение года не наблюдается расширение комплекса QRS у наших пациентов. Он как был узким, так и остается. Статистически значимого изменения не произошло, хотя, безусловно, мы знаем, что закономерным является при прогрессивном ухудшении сердечной недостаточности расширение комплекса QRS. У наших пациентов на фоне модуляции сердечной сократимости этого не произошло. Ну и, безусловно, у нас очень много разнообразных данных. Хочется представить наиболее интересные по идеологии сердечной недостаточности. Так получилось, что в наше исследование вошло 54% с ишемическим генезом сердечной недостаточности и 46% не ишемического генеза. Среди них 30% дилеционной кардиомиоподии и 16% гипертонической болезни как основной причиной сердечной недостаточности. И мы видим, что по всем показателям… Ну, я привожу здесь только фракцию выброса, чтобы не нагромождать количество показателей объемов левого желудочка. Мы видим, что фракция выброса у наших пациентов выросла как в той, так и в другой группе статистически значима, начиная с точки 2 месяца и на 2 месяца, и 6, и 12. Независимо от идеологии сердечной недостаточности мы видим увеличение фракции выброса. И вот, соответственно, при сравнении показателей фракции выброса в каждой точке по идеологии сердечной недостаточности мы не получаем статистически значимых различий. Можно сказать, что мы предполагаем, что модуляция сердечной сократимости – это тот метод, который работает как у пациентов с ишемической болезнью сердца, так и с нейшемическим генезом сердечной недостаточности. Ну и смертельные исходы. Конечно, это нас интересует больше всего. Надо сказать, что в течение 12 месяцев у нас скончалось 9 пациентов. Здесь представлен каждый пациент с причиной смерти. Ну, если обобщить, то 45% пациентов скончалось внезапно. Соответственно, 4 из 9 умерли внезапно. Не все из них имели ишемическую болезнь сердца. У одного пациента была гипертоническая болезнь, как основная причина сердечной недостаточности. И 55%, то есть 5 пациентов из 9, скончались от внесердечных причин. Надо сказать, что ни одной смерти от декомпенсации от самой сердечной недостаточности у нас не было. Ну, если делить смерть как на сердечные причины и внесердечные причины, конечно, это очень низкий процент именно сердечно-сосудистой смерти у наших пациентов. Ну, а от этиологии также у нас не получено никакой зависимости. Пациенты с нейшемической этиологией сердечной недостаточности, их было 4 и 5 пациентов ишемического генеза. Безусловно, это небольшие цифры, тем не менее, они дают представление об эффективности модуляции сердечной сократимости у пациентов именно с фибрилляцией предсердия. Надо сказать, что таких исследований ранее не проводилось в таком объеме. Касательно госпитализации по причине сердечной недостаточности, мы видим, что у нас было всего 26 госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности. Конечно, это очень низкий процент госпитализации. Безусловно, можно сказать, что такая низкая частота госпитализации связана с тем, что пациенты у нас наблюдаются и качественно лечатся. Это действительно так, но тем не менее, по сравнению с другими клиническими исследованиями, мы видим, что процент госпитализации очень низкий. Это то, что я хотела сказать касательно имеющихся в настоящее время данных по модуляции сердечной сократимости у пациентов с сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Надо сказать, что этот метод у такой сложной группы пациентов, как фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность, конечно, является перспективным, учитывая то, что прогноз данных больных крайне неблагоприятный и на самом деле многие препараты не дают такого влияния на прогноз, как у пациентов с синусовым ритмом. Безусловно, необходимы дальнейшие клинические исследования, которые мы проводим, и надеюсь, что в следующий раз я с вами поделюсь новой информацией по этому поводу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Татьяна Марковна, за очень интересное выступление и буквально короткую ремарку, что сейчас этот вид помощи уже включен в проект новых видов ВМП, и, возможно, в следующем году мы уже сможем оказывать помощь больным с хронической сердечной недостаточностью с помощью имплантации этого чудо-прибора. Есть ли у кого вопросы, Татьяне Марковне? Вопросов в чате я не вижу. Можно мне один короткий вопрос, Татьяна Марковна? Есть ли у вас какие-то наблюдения по поводу того, как вела себя фибрилляция предсердий у пациентов после того, как им имплантировали оптимайзер, особенно вот у проксизмальных, может быть? Да, у нас такие наблюдения есть. Эти данные сейчас находятся в стадии обработки. Материала очень много. Мне, конечно, нужно все это посчитать, пока рано об этом говорить, но пока мы не видим ухудшения течения фибрилляции предсердий, то есть мы не видим увеличения количества нарушений ритма у наших пациентов. Все пока данные статистически незначимы. По данным холтеровского мониторирования, пока мы в динамике в течение года не видим никакого учащения фибрилляции предсердий. И по количеству пароксизмов, я не могу цифры назвать, но они сравнимы с теми, что были до имплантации, никакого увеличения не происходит. И по желудочковым нарушениям ритма также мы пока ничего подобного не получили, но рано об этом говорить. Мне нужна обработка данных шпактов. Спасибо. Спасибо, Татьяна Марковна. Ну, как вы считаете, будем двигаться дальше? Да, конечно. Тогда следующий доклад у нас Ардус Дарин Форесона. Аспирант отдела сердечно-судистой хирургии, сердечной недостаточности, кардиоцентра, которая нам расскажет как раз о фибрилляции предсердий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, позвольте представить вам доклад на тему катетерной аблации, фибрилляции предсердий у больных с хронической сердечной недостаточностью, влияние на прогноз. На мой взгляд, это одна из актуальнейших тем, так как до конца неясно, стоит ли бороться за синусовый ритм у данной категории больных. Фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность по праву можно считать эпидемиями 21 века. Прогрессирование числа заболевших увеличивается с каждым годом. Таким образом, вопрос лечения данной категории больных является одним из актуальнейших. Фотофизиологии и общие факторы риска фибрилляции предсердий и хронической сердечной недостаточности взаимосвязаны очень тесно. Фибрилляция предсердий приводит к прогрессированию хронической сердечной недостаточности, в свою очередь нейроморальные механизмы и процессы при хронической сердечной недостаточности также способствуют прогрессированию фибрилляции предсердий. Как мы видим на данном слайде, частота встречаемости фибрилляции предсердий приводит к ухудшению функционального класса хронической сердечной недостаточности, причем к значимому ухудшению это видно по функциональному классу. На данном слайде мы видим, что впервые диагностированная фибрилляция предсердий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, особенно со сниженной фракцией выброса, заметно повышает риски смертности. В свою очередь, впервые диагностированная хроническая сердечная недостаточность у пациентов с фибрилляцией предсердий также ухудшает прогноз. Современные алгоритмы лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий основываются на принципе Кент-Рид. И как мы можем видеть, ключевой момент данного алгоритма – это восстановление синусового ритма, в том числе посредством катетерной аблации, кардиозерсии или применения антиаритмических препаратов. В последствии с последними рекомендациями по лечению фибрилляции предсердий в отношении данного заболевания применяется стратегия ABC. А – это адекватная антикоагулянтная терапия, назначенная в соответствии с риском ишемических и геморрагических осложнений. B – это контроль клинической симптоматики, который основывается на контроле чистоты, либо выборе контроля ритма, о котором мы поговорим чуть позднее. И C – это коррекция коморбидности, а также изменение факторов риска, такие как отказ от вредных привычек, коррекция образа жизни или нормализация уровня физических нагрузок. В соответствии также с последними рекомендациями 2020 года, мы видим, что катетерной аблации уделяется очень большое внимание в последних рекомендациях, в том числе у больных с хронической сердечной недостаточностью. Так, при развитии дисфункции левого желудочка у пациентов с высокой вероятностью тахииндуцированной кардиомиопатии рекомендуется катетерная аблация, и это уже первый класс рекомендаций. В свою очередь катетерная аблация также может быть рассмотрена у больных с хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса для улучшения выживаемости и снижения госпитализации по причине сердечной недостаточности. Это класс рекомендаций 2А. На данном слайде также представлен алгоритм введения больных с хронической сердечной недостаточностью. Безусловно, все зависит от выбора пациента, согласен ли он на катетерную аблацию или нет, однако следует все-таки акцентировать внимание на том, что доказательная база у данной методики очень хорошая и имеет высокий класс рекомендаций. Соответственно, принципы антиаритмической терапии в настоящий момент направлены на уменьшение симптомов, связанных с фибрилляцией предсердий. Эффективность антиаритмической терапии, однако, невысока. Также антиаритмические препараты имеют проаритмические и экстракардиальные кабочные эффекты. Таким образом, не всем пациентам они могут быть назначены. На данном слайде представлено исследование 2008 года, которое сравнивает тактику контроля ритма и тактику контроля частоты у больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Однако следует все-таки иметь в виду, что в данном исследовании для восстановления синусового ритма применялись исключительно антиаритмические препараты. Таким образом, не было достигнуто статистически достоверной разницы между методиками, и все-таки хирургические методики не использовались. Здесь опять же-таки я возвращаюсь к терапии у больных с сердечной недостаточностью, в том числе в настоящий момент доступными препаратами у больных являются амиадарон и саталол. Соответственно, амиадарон имеет первый класс рекомендаций, саталол имеет класс рекомендаций 2B. Однако всем известно, что ограничения приема амиадарона у многих больных очень масштабны, в том числе экстракардиальные. На данном слайде представлены исследования, которые занимаются оценкой катетерной аблации у больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Данных исследований становится все больше, что не может не радовать. Сейчас мы подробнее рассмотрим каждое из них. Пожалуй, первым исследованием сравнения хирургического лечения фибрилляции предсердий и медикаментозного было исследование АТАК. В него вошли 203 пациента с персистирующей формой фибрилляции предсердий, со сниженной фракцией выброса левого желудочка. Средний период наблюдения составил 24 месяца, и первичной конечной точкой была свобода от фибрилляции предсердий. Таким образом, пациенты были рандомизированы на две группы. Первые три месяца считались периодом лечения. Это период, в который можно было скорректировать дозу антиаритмического препарата, либо провести повторную катетерную аблацию при неэффективности одной процедуры. Далее был 21 месяц периода наблюдения. Результаты оказались ошеломляющими, так как у 70 пациентов в группе катетерной аблации не было рецидивов фибрилляции предсердий. В свою очередь, в группе медикаментозного лечения данный процент составил лишь 34. Следующее исследование, которое также осветило эффективность катетерной аблации у данной группы пациентов – исследование КАМТАВ. В него вошло 50 пациентов. Группы также были рандомизированы в зависимости от методики восстановления синусового ритма, хирургического или медикаментозного. В данном случае первичной конечной точкой являлся прирост фракции выброса спустя 6 месяцев наблюдения. По результатам данного исследования прирост в группе радиочастотной аблации был достаточно значим. Из 31% фракции выброса выросло до 40. В группе же медикаментозного лечения такой достоверной разницы не наблюдалось. По эффективности спустя год наблюдения антиаритмическая терапия была эффективна лишь у 38% больных. В свою очередь радиочастотная аблация была эффективна у 73%. Одно из наиболее ожидаемых исследований – это исследование КАБАНА, которое должно было пролить след на лечение больных с фибрилляцией предсердий. Исследование КАБАНА не показало статистически достоверного превосходства катетерной аблации на первичной и конечной точке, такие как смертность. Однако позднее был опубликован субанализ, который представил, что среди 778 пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью, включенных в КАБАНА, то есть 35% от общего числа. Достижение первичной и конечной точки за 4 года наблюдения было на 36% ниже в группе радиочастотной аблации по сравнению с группой медикаментозного лечения. Также смерть от всех причин была на 43% ниже в группе радиочастотной аблации. В отделе сердечно-сосудистой хирургии совместно с отделом хронической сердечной недостаточности также проводятся операции по катетерному лечению фибрилляции предсердий у больных с хронической сердечной недостаточностью. В тюнаме на данном этапе было проведено пилотное исследование по 19 больным. У данных больных имелись как фибрилляция предсердий, так и трепетание предсердий. В зависимости от вида нарушения ритма были выполнены соответственно радиочастотная аблация легочных вен или аблация каватрикоспидального перешейника. На данном слайде представлена основная демографическая характеристика пациентов, по которой можно увидеть, что все пациенты имели сниженную фракцию выброса левого желудочка, также имелось увеличение левых камер сердца, объема левого предсердия, КДР, размера левого предсердия. Также у шести пациентов был сахарный диабет. В принципе, все основные данные демонстрируют, что пациенты были достаточно декомпенсированы по причине фибрилляции предсердий в том числе. Итак, эффективность процедуры после года наблюдения составила 58% после одной процедуры радиочастотной аблации. Также на примере диуретической терапии можно увидеть, что через год после данной методики, после выполнения операции, пациентов снизилась потребность в диуретиках в пересчете на фурсинит. Справа представлены данные по антиаритмическим препаратам. Следует отметить, что у 11 пациентов в анамнезе имелась попытка назначения аммиадарона. До операции 6 пациентов принимали дегоксин. После операции стоит отметить, что ни один из пациентов не потребовал возобновления приема дегоксина. Так, в основном, антиаритмическая терапия не сильно поменялась после операции. Большинство получали бета-блокаторы. Также мы можем сказать, что наблюдалось значимое улучшение функционального класса хронической сердечной недостаточности спустя год наблюдения. Касаемо фракции выброса левого желудочка, прирост был статистически незначимый, так же, как и уменьшение объема левого предсердия. Однако, во многом, это может быть связано с небольшой выборкой пациентов. Позвольте представить клинический пример катетерной амблации у пациента с тяжелой хронической сердечной недостаточностью при питании предсердии. В 2006 году у пациента возник инфаркт миокарда, в 2007 году было выполнено ортокоронарное шунтирование. С 2009 года у пациента диагностирован диабет, хроническая болезнь почек, а также отмечалось появление симптомов сердечной недостаточности, таких как отеков и одышки при умеренной физической нагрузке. В 2014 году, по данным эхокардиографии, отмечалась фракция выброса левого желудочка 32%. Также пациентка была неоднократно госпитализирована по поводу докомпенсации явлений сердечной недостаточности. С 2015 года у пациента диагностирована персистирующая форма трепетания предсердий. В 2016 году пациентка была повторно госпитализирована в связи с тяжелой докомпенсацией сердечной недостаточности. При поступлении обращал внимание четвертый функциональный класс хронической сердечной недостаточности, выраженная гиперколиемия, уровень BNP 1099 грамм на миллилитр, также повышение уровня креатинина. В пациентке была выполнена катетерная аблация. После, через 3 месяца, учитывая все-таки десинхронию, определенной пациентке был имплантирован с ERTD. Через год наблюдения мы уже отмечали заметное функциональное улучшение, в том числе функциональный класс хронической сердечной недостаточности снизился до 1-2. Заметное снижение уровня BNP, креатинина, также нормализация печеночных ферментов. А также вы можете увидеть, что фракция выброса левого желудочка возросла с 26%, это исходно перед операцией, до 46%. Таким образом, можно сказать, что радиочастотная аблация является эффективным методом лечения фибрилляции предсердия пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Клинические исследования демонстрируют возможное влияние выполнения радиочастотной аблации на прогноз пациентов. В настоящее время число транскатетерных вмешательств у пациентов с хронической сердечной недостаточностью фибрилляции предсердия неуклонно растет, что позволяет улучшить качество выполняемой процедуры, а также способствует появлению новых исследований в данной сфере. Следует все-таки отметить, что прирост новых исследований очень благоприятно влияет на использование данной процедуры, и все-таки, на мой взгляд, радиочастотная аблация является хорошим выбором для данной группы пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Дарья Инфоресовна, за доклад. Очень интересно. Провокационный вопрос вам. Как вы думаете, что влияет в большей степени на исход этих пациентов? Терапия все-таки такая тщательная или катетерная аблация? Я считаю, что обязательным у данных пациентов как адекватная медикаментозная терапия, так и применение радиочастотной аблации. Но все зависит от пациента, от исходных данных, от эхо-параметров, таких как левое предсердие, то есть размеры. Мы должны адекватно оценивать, насколько методика будет эффективна. И в соответствии с полученными данными уже приговаривать пациента к аблации, а далее назначать адекватную терапию. Большое спасибо. Если ни у кого нет вопросов, тогда мы будем, наверное, продолжать нашу программу. Следующий в повестке дня доклад мой. Он посвящен желудочковым нарушениям ритма сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью. Ведь, как известно, и о чем уже говорила Татьяна Марковна, что очень многие пациенты при декомпенсации ХСН, а не только при декомпенсации, к сожалению, умирают именно от внезапной смерти и, в частности, от жизнеугрожающих нарушений ритма. Эпидемиология хронической сердечной недостаточности разрешите не останавливаться. Она всем прекрасно известна. Это огромное количество пациентов. Это их прогноз. До 20% в год летальность. И у тяжелых пациентов она уже достигает 50-60%. И патогенез, развитие нарушений ритма и самой хронической сердечной недостаточности представляет собой классический порочный круг. Растяжение, ремоделирование миокарда, создание субстратов для возникновения желудочковых нарушений ритма сердца, которые могут приводить либо к синкопальным состояниям, либо уже к фатальным исходам данной группы пациентов. И уже, что отрадно, в российских рекомендациях РКО по хронической сердечной недостаточности уже начинает появляться рекомендация для проведения катетерной аблации. Вот, в частности, здесь мы видим, что катетерная аблация рекомендована больным с хосеиной дисфункцией левого желудочка вследствие большого бремени желудочковых экстрасистов более 24%. Также у пациентов с ишемической кардиопатией и повторными эпизодами желудочковых тахикардий, несмотря на адекватную терапию, а также в случаях электрических штормов с целью подавления желудочковых нарушений ритма рекомендована катетерная аблация и класс показаний 1 уровень доказанности B. В первую очередь хочется остановиться еще раз на том, что прежде чем отдавать пациента в руки хирурга или интервенционного кардиолога, в первую и вторую очередь нужно убедиться, что пациент получает оптимальную медикаментозную терапию сердечной недостаточности, так как хорошо доказано и всем известно, что именно оптимальная медикаментозная терапия влияет на прогноз. Мы обязаны этим пациентам назначать ингибиторы АПФ и бета-блокаторы, и здесь самые высокие из всех существующих классов показаний, уровней доказанности, первые А-классы, затем уже мы должны думать, что делать с нарушениями ритма сердца. Медикаментозная терапия, к сожалению, у нас ограничена. Это бета-блокаторы и амиадарон. Бета-блокаторы имеют наименьшую эффективность, амиадарон имеет очень высокий риск побочных эффектов, и, к сожалению, лучше кардарона никто ничего не придумал, и все попытки изучения антиритмической терапии, они заканчивались либо досрочно, ввиду высокой смертности среди пациентов, либо не демонстрировали какого-либо эффекта на выживаемость, поэтому антиритмическая терапия в этой группе больных, можно сказать, что она провалилась. Имплантация кардиовертора-дефибриллятора, да, это прекрасная опция для больных с хронической сердечной недостаточностью для профилактики внезапной смерти. Мы видим и влияние на выживаемость, но, как известно, этот метод лечения, он не лечит, но калечит, то есть он улучшает выживаемость, но в то же время пациенты должны переносить разряды. Многие после того, как перенесли аритмический шторм, отказываются от повторной имплантации кардиоверторов-дефибрилляторов, так как мы все-таки не влияем здесь на причину, а влияем на следствие. Ну, не могу не сказать о том, что имплантацией кардиоверторов-дефибрилляторов мы все-таки должны заниматься. Те исследования, которые мы видели, они подтверждают это, и очень высокий класс показаний. Первый с уровнем доказанности А, это у ишемической, у не ишемических, уровень доказанности Б, и катетерная аблация, она появляется в европейских, в американских рекомендациях в 2017 году уже, вот о чем я говорил выше, больным с желудочковой экстрасистолией, с шоками мы обязаны выполнять катетерную аблацию. Достаточно большое количество, точнее, небольшое количество исследований, посвященное этой теме, было проведено. Вот самые первые исследования, это СМАШ-ВИТИ 2007 года, которые показывают, что катетерная аблация уменьшает количество шоков кардиовертера-дефибриллятора, однако, в общем и целом, на выживаемость не влияет. Если мы посмотрим на эту табличку, то, в общем-то, по всем параметрам мы имеем преимущество катетерной аблации, тогда как оптимальная терапия, она, к сожалению, не влияет должным образом. Вот более свежее, но небольшое исследование опубликовано с Антонелли, с авторами. Оно показывает, что суммарная свобода от желудочковых тахикардий в течение вот такого периода наблюдения, 56 месяцев, составляет 70% после катетерной аблации больных с хронической сердечной недостаточностью и желудочковыми нарушениями ритма. Напротив, существуют и другие исследования, которые показывают, что катетерная аблация имеет меньший показатель в группе достижения конечной точки, вот тут комбинирована конечная точка смерти по причине фибрилляции желудочков или срабатывания ЭКД, нежели в группе терапии. И существует, конечно, большинство исследований нам демонстрируют положительный эффект катетерной аблации, вот совсем недавний метаанализ из шести исследований, который включает почти 800 пациентов. Также нам показывает, что радиочастотная аблация желудочковой тахикардии снижает вероятность штормов, число разрядов имплантируемых кардиоверторов-дефибрилляторов, но статистическая достоверность разницы в смерти и частоте госпитализации этот метаанализ не продемонстрировал. Еще один метаанализ, который почти те же самые исследования у нас анализирует 635 пациентов, тот же самый результат, желудочковой тахикардии снижает вероятность штормов, число разрядов ЭКД, но не достигнута статистически достоверной разницы от смерти от всех причин. В чем, интересно, кроется причина таких результатов разноречивых, мы еще должны разобраться, мы должны, наверное, взглянуть на дизайн исследований, мы должны дальше проводить эти исследования, но, тем не менее, катетерная аблация набирает обороты в этой группе пациентов и возможности, которые мы получили вот недавно с введением именно навигационного кардирования. В 2000 году первая была операция проведена с применением навигации. Сама идея навигационного кардирования возникла, наверное, еще с тех времен, когда запустили первый искусственный спутник Земли, и когда американцы пытались за ним следить с разных точек, они увидели, что, используя некоторые нехитрые вычисления, можно определить точку с привязкой к Земле. Эта же схема была использована уже в 2000 году при конструкции первого устройства для навигационного нефлюороскопического кардирования. Это открыло новую эру в катетерной аблации нарушения ритма сердца. Вот первая магнитная трехмерная навигация, которая позволяла нам, не используя флюороскопию, позиционировать электрод в сердце, тем самым наносить воздействие, строить какие-то либо линии, верифицировать рубцы на миокарде. И эта методика получила, можно сказать, второе рождение, стали выполнять аблации при постинфарктных рубцах, изоляции легочных вен получила, второе рождение достаточно широко используется. Вот на этом слайде пример пациента. Это один из первых больных, которым мы проводили аблацию желудочковых нарушений ритма. При аритмогенном шторме мы видим огромную аневризму откартированную, видим участки замедленных потенциалов, аблация в области которых привела к тому, что желудочковая тахикардиа у пациента не индуцировалась. Этот больной прожил еще два года. К сожалению, тоже погиб от внезапной смерти. Не так давно. Но, тем не менее, качество жизни оставшиеся два года его было удовлетворительным. Таким образом, существующая схема катетерной аблации, особенно у пациентов, имеющих ишемический или рубцовый субстрат, она подразумевает под собой ковровую, так называемую, бомбардировку субстрата тахикардии рубца, когда мы должны выжигать весь рубец. И стало очевидным, что нам необходимо все-таки максимально точно локализовывать нарушение ритма для того, чтобы проводить катетерную аблацию в приемлемые сроки, то есть не многочасовые операции, а достаточно двух-трех часов. И качество лечения тоже оставляло желать лучшего. И появление навигационных систем высокоплотного картирования, которые в настоящее время существуют практически у всех производителей, и производителей, которые производят систему CARTO Biosense Webster, и система Ritme Boston Scientific, и система Insight Precision, все они позволяют выполнять многополюсное высокоплотное картирование, которое позволяет уже нам верифицировать и субстрат аритмии, более точно наносить наши воздействия и более быстро и эффективно достигать конечных точек в виде неиндуцируемости аритмии. Для этого были сконструированы специальные электроды для высокоплотного картирования, и время катетерной аблации с многочасовой операцией с общим наркозом снизилось уже до приемлемых двух-трех часов, когда мы можем вылечить пациента достаточно эффективно и говорить о том, что он будет избавлен, по крайней мере, на ближайшее время от аритмогенного шторма и желудочковых нарушений ритма. Ну вот тут позвольте привести несколько примеров. Пациент, у которого мы имели большое количество экстрасистол, которых мы раньше картировали достаточно долго, здесь мы видим большую такую зону активную миокардии желудочка, которую, в общем-то, пришлось аблировать. Здесь пациенты с редкими экстрасистолами, которые раньше вообще не оперировались ввиду невозможности картирования, но высокоплотное картирование за небольшое количество времени позволяет нам локализовать зону экстрасистол. Здесь пациент вообще с очень интересным механизмом развития желудочковых нарушений ритма. Мы видим здесь два очага, которые находятся на расстоянии двух с половиной сантиметров, друг от друга аблации, две аблации, которых, в общем-то, прекратили эту аритмию. И механизм развития вот этой экстрасистолии нам еще предстоит оценить. Пациент с желудочковой тахикардии и с большим количеством экстрасистол со сниженной фракцией выброса левого желудочка с зоной на свободной стенке правого желудочка, аблация в которой нам позволила прекратить эту аритмию и что привело в конечном итоге к улучшению фракции выброса левого желудочка и функционального класса тахикардии. У данного пациента тоже вот время картирования 20 минут. Вот тоже интересный случай, который нам визуализирует рубец. И зона активности – это именно практически по периметру всего рубца. Здесь нам пришлось обработать весь рубец для того, чтобы элиминировать нарушение ритма у данного пациента. Здесь мы видим аневризму постинфарктную левого желудочка, которая при высокоплотном картировании нам демонстрирует о том, что рубец все-таки имеет неоднородную структуру и является сам по себе субстратом для желудочковых нарушений ритма. Здесь рубец по задней стенке левого желудочка, тоже мы видим неоднородный, с узким каналом, который являлся истмусом для развития желудочковой тахикардии. И здесь мы видим, что именно высокоплотное навигационное картирование нам позволяет все-таки и увидеть субстрат, и эффективно его удалить у данной группы пациентов. И таким образом в заключении хочется сказать, что вот эти все инструменты, которые мы получили, и как уже заявлено в названии доклада, что мы можем сейчас, мы можем сказать, что мы можем лечить желудочковые нарушения ритма у больных с хронической сердечной недостаточностью. Особенно субстрат зависимый желудочковое нарушение ритма достаточно эффективно, и на мой взгляд, можем лечить практически любые группы пациентов, в том числе и эпикардиальная аблация сейчас набирает обороты. Вот на данном слайде мы видим эпикардиальное позиционирование катетеров, картирование тоже высокоплотное с помощью многоучевого многополюсного катетера. Аблация в области разветвления огибающей артерии на артерию тупого края. И этот пациент у нас также клинически хорошо и эффективно был пролечен. Отсутствовали рецидивы желудочковой тахикардии, наблюдается он сейчас. И в завершении все-таки хочу обратить ваше внимание на существующие показания для аблации желудочковых нарушений ритма у пациентов со структурной патологией сердца. Неотложная катетерная аблация рекомендована пациентам с непрерывной ЖТ-электрическим штормом, субстрата ассоциированной. Катетерная аблация рекомендована пациентам с дилетационной кардиомиопатией и очевидным механизмом развития желудочковой тахикардии. Это все первый класс показаний. Катетерная аблация, выполненная опытными центрами, должна быть рассмотрена у больных с частыми симптомными экстрасистолами и желудочковыми тахикардиями рефрактерными к терапии для уменьшения выраженности симптомов и предотвращения срабатывания ИКД при наличии дисфункции левого желудочка. Это уже второй класс показаний. И также, конечно же, аблации желудочковых экстрасистол и тахикардии из выносящего тракта. Правого желудочка – это, конечно же, первый класс показаний. И опытными специалистами из левого желудочка у пациентов также первая линия катетерной аблации может быть выполнена. И вот этим кадром я просто хотел подытожить свой доклад и призвать все-таки кардиологов и хирургов активнее заниматься этой проблемой. Это все-таки, на мой взгляд, будет улучшать прогноз наших пациентов, улучшать их качество жизни, развивать будет методику, которая может, на мой взгляд, дать хорошие отдаленные результаты. Еще раз хочу поблагодарить всех за внимание. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они будут. Спасибо. Есть ли вопросы у нас? Олег Валерьевич, спасибо большое за доклад. Один вопрос такой будет. Отмечалось ли у каких-то пациентов повышение фракции выброса, может быть, снижение класса хронической сердечной недостаточности, потому что, как мы знаем, часто желудочковая экстрасистолия может оказывать отрицательный инотропный эффект. Как у вас в вашей практике были такие случаи наблюдений? Спасибо за вопрос, Михаил Григорьевич. Ну, естественно, да, у нас у пациентов такие наблюдения были, и они достаточно частые, когда мы элиминируем либо очень частую желудочковую экстрасистолу, особенно у больных со сниженной функцией левого желудочка, либо мы убираем частые рецидивирующие желудочковые тагикардии. И вот на нашем опыте мы очень часто наблюдаем, особенно в сочетании с оптимальной медикаментозной терапией, улучшение функционального класса сердечной недостаточности и улучшение именно систолической функции левого желудочка по данным трансторокальной кардиографии. На мой взгляд, мы вот как раз именно влияем здесь на субстрат сердечной недостаточности, либо на субстрат, который эту сердечную недостаточность поддерживает очень здорово. Поэтому еще раз призываю всех резать, не дожидаясь перитонита. Спасибо за ответ. Ну, тогда, если нет вопросов, мы будем продолжать нашу программу. И следующий доклад у нас посвящен очень интересной теме – имплантации, поддерживающих функцию сердца насосов. И расскажет нам об этом Михаил Григорьевич Иванов, врач-теречесудистый хирург, а не имени Склифосовского. Вам слово, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Мой доклад посвящен как раз тем пациентам, которым, к сожалению, уже возможности как консервативного лечения, так и новых методов не принесли какого-то эффекта. И, соответственно, это пациенты с фракцией выброса менее 25%. В настоящее время возрастает дефицит донорских органов, несмотря на то, что стали использовать субоптимальных доноров с хорошими результатами. Например, Институт Шумакова регулярно публикует какие-то доклады и статьи, где рассказывают о том, что именно за счет введение субоптимального донорства у них увеличилось количество пересадок. Однако успех лечения кардиологов привел к тому, что пациенты доживают, все больше пациентов доживают до тяжелой хронической сердечной недостаточности. И на передний план выходит, конечно, механическая поддержка, это левожелудочковый обход. Коротко про историю развития системы вспомогательного кровообращения. В 60-е годы, когда начала фактически развиваться вся кардиохирургия, в том числе и кардиохирургия сердечной недостаточности, я имею в виду, трансплантация сердца была выполнена. В 63-м году был впервые имплантирован первый пневматический левожелудочковый обход, но без успеха. А уже через три года был впервые подключен левожелудочковый обход после операции на сердце, было коронарное шунтирование. Пациент в течение 10 дней был на вспомогательном кровообращении и выжил. В 70-е годы правительство Соединенных Штатов Америки начало финансировать исследования, что, конечно же, позволило уже в дальнейшем прийти к каким-то новым девайсам. В это время в Советском Союзе тоже не отставали. Огромнейший вклад, я считаю, что Валерий Иванович Шумаков вважил в развитие таких устройств. Здесь вот на картинке наши первые левожелудочковые обходы – это ясень и кедр в 78-м и 83-м году. В 80-м году Национальный институт Heart, Lung & Blood стали вкладывать больше средств, чтобы поддерживать жизнь людей до того, как им окажется какая-то кардиохирургическая помощь. А в 94-м году вернулись опять к идее пролонгации на каких-либо левожелудочковых обходах носимых и был одобрен в ДИИ пневматический левожелудочковый обход HeartMate 1, а в 2003-м году уже HeartMate 1 был одобрен для длительной терапии. В последующие годы продолжалась разработка и HeartMate 2, который на сегодняшний день имеет больше всего имплантации в мире. Это первое вспомогательное устройство, одобренное FDA для пациентов с сердечной недостаточностью, с которым нельзя выполнить трансплантацию сердца. Потому что трансплантация сердца, конечно, операция хорошая, пациент тут же, можно сказать, выздоравливает относительно предыдущего состояния, но при этом имеет тоже противопоказания и отбор достаточно жесткий. На сегодняшний день, по крайней мере, мы выделяем пять генераций развития левожелудочковых обходов. На сегодняшний день это четвертая и пятая генерация. Пятые генерации мы отнесли уже беспроводные устройства, то есть беспроводную зарядку, немножко позднее я о них расскажу. Какая статистика? В 2018 году по межгоспитальных метаанализу оценили количество имплантаций и, соответственно, оно выросло с 2006 года, с каких-то скромных вообще чисел до 160-180 в год к 2018 году. И количество клиник – это красная линия, которые начали оказывать такую помощь. Ну, принцип работы – это шнек, который, на самом деле, несмотря на кажущуюся простоту этого устройства, имеет очень большие технологические вложения, разрабатывается инженерами, как правило, авиакосмической деятельности, как оказалось, поскольку выверить все эти параметры достаточно сложно. И подбор материалов очень строгий. Здесь представлена картинка как раз HeartMate 2, как он работает. Так это выглядит на схеме в теле человека. Свыше 27 тысяч имплантаций – это к 2018 году данные. Было имплантировано HeartMate 2 и более 10 лет выживаемости. Сейчас уже есть статьи, конечно, более 15 лет пациента, которые живут с этими устройствами. Ну и HeartMate 3 – достаточно относительно новый девайс с 2014 года. Отличие – это новый тип, центрифужный. Есть свои преимущества. Исследования еще пока ведутся. Надеюсь, что скоро данные какие-то появятся по этому устройству и в сравнении с осевыми насосами. Наши отечественные производители тоже не отстают. Разработали Stream Cardio. Сейчас Дона М разрабатывает эти устройства. Принцип у них работы похожий. Имеются тонкие отличия. Но сейчас не об этом. Сейчас главное, какой вклад именно этих левожелудочных обходов у нас есть в нашу кардиохирургию. В СМИ регулярно какие-то появляются данные, чтобы люди информировались о том, что такое существует. Чтобы, наверное, наше правительство обращало внимание на то, что это возможно. Вот видите, улыбающихся людей, которые живут с этими девайсами. Вот этот пациент, который снизу, он прожил более 4 лет. Так это выглядит в ране. Достаточно все компактно. Ничего нигде не поджимается. Кабель питания выводится на переднюю брюшную стенку. Конюля подшивается в верхушку левого желудочка. И, соответственно, все это подключается. Получается, сейчас стали делать на параллельном кровообращении без остановки сердечной деятельности. Имеет свои особенности. В связи с этим связаны возможные осложнения. Пациент получает тройную терапию. Два дисгреганта обязательно. И антикогулянт, это пока только варфарин. И коррекция давления. 90-100 мм тудного столба. Немножко моя ремарка по наблюдению за такими пациентами, конечно, давление в 100, оно не совсем, некоторым пациентам не совсем комфортно. И вот если в дальнейшем рассматривать это как мост, то они, конечно, чувствуют себя намного лучше после трансплантации в данной ситуации. Однако некоторые пациенты говорят, что не хотят чужое сердце, хотят лучше какой-то такой со своим жить. Важным аспектом является гигиенический. Из-за того, что выводится провод на переднюю брюшную стенку, он требует регулярной обработки и перевязки. Очень много публикаций на тему, как закрепить так, чтобы не было каких-то осложнений. И составляет где-то все равно 20-30% при относительно длительных сроках какие-то инфекционные осложнения. Также нельзя забывать, что несмотря на то, что мы назначаем антикоагулянтную и дисагрегантную терапию, все-таки тромбозы случаются. И это инсульта, и, соответственно, тромбоз самого устройства. В нашей клинике был один случай, когда пришлось экстренно делать замену осевого обхода. Конечно, всегда это сложная ситуация. Ну, самое главное – перспектива. Продолжается снижение размеров устройства, повышается их энергоэффективность, физиологичность. Разрабатываются бивентрикулярные обходы. В частности, с HeartMate 2 пытались два обхода использовать на одного пациента. В литературе есть описание, достаточно успешно. И беспроводная передача энергии – это один случай пока имплантации в Казахстане, других пока никаких данных нет. Габариты снижались. Вот если взять Берлин-Хатт, достаточно большой размер, даже приходилось расширять пространство под него через диафрагму. В некоторых случаях, то уже последующие устройства, они не представляли какие-то сложности для картиохирурга. И наш отечественный здесь насос, конечно, самый маленький, но пока еще данных статистических, каких других преимуществ пока у нас нет. В первые годы, когда левые желудочные обходы разрабатывались, они рассматривались исключительно как мост трансплантации сердца. Но стали задаваться вопросом, когда у нас 7, 10 лет, 15 лет люди ходят вместе с этим устройством, может быть, это будет окончательная терапия для этих пациентов. И действительно есть преимущества, есть недостатки. Например, все преимущества, которые есть при трансплантации сердца, это улучшение качества жизни и, соответственно, снижение летальных исходов, они есть. Также есть преимущества в том, что нет иммуносупрессивной терапии. Инфекционные осложнения тут примерно, можно сказать, одинаковые. Но самое главное – это время ожидания. Дело в том, что часть пациентов, они поступают с относительно острой сердечной недостаточностью, то есть у нас есть 2-3 дня на принятии решений. И в таких случаях достать донорский орган, к сожалению, бывает очень сложно. То есть несмотря на то, что наша служба МКЦОД работает великолепно, но не всегда это получается, и пациенты, к сожалению, у нас уходят. В данной ситуации можно как раз использовать обходы левого желудочка, они принесут хороший результат и не требуют какой-то специализированной клиники. Любая кардиохирургическая клиника может это выполнить, особенно если это какие-то отдаленные регионы, где, в принципе, плотность населения достаточно низкая, что я считаю очень актуально для нашей страны. Двухлетняя выживаемость. Проводил исследование компании Эббеттс Хартмейт-2. Как вы видите, пациенты, которые получали только оптимальную медикаментозную терапию, как бы она не была эффективно подобрана, к сожалению, 8% только доживали двухлетний период. Когда стали использовать левожелудочные обходы как морская трансплантация, где-то около 58% до конечных точек и 61%, которым назначалось как дистинейшн терапия, и 84% при трансплантации сердца. Я считаю, что эти цифры достаточно соизмеримы, учитывая то, что уверен, многие пациенты, которым был имплантирован левожелудочковый обход, они просто не подходили к трансплантации сердца по тем или иным причинам. Например, высокая легочная гипертензия, которая является противопоказанием к трансплантации. Немножко, так скажем, более интересные события. В 2017 году в Новосибирске профессор Чернявский имплантировал первый разработанный специальный бивентрикулярный обход 21-летней девушки с хорошим эффектом. Если коротко видео, человек совершенно не выглядит больным, улыбается. Хотя история достаточно грустная. Фракция выброса была ниже 25% и пациентка прожила где-то около года, потом появился орган и предложили ей трансплантацию сердца. Она согласилась. Так это выглядит на рентгенографии. И, соответственно, далее, я думаю, что следующим этапом это будет имплантация устройств с черезкожной передачей электроэнергии. Все предпосылки для этого есть. Вот пациент в Казахстане, которому был имплантирован левожелудочковый обход HeartMate 2 и специальная система передачи энергии, разработанная в Израиле. Что удивительно, да, пациент может до 8 часов находиться без каких-либо устройств вообще, вести полноценную жизнь и как себя особо не ограничивая. Может даже поплавать в бассейне, вот как сейчас покажут, что для пациентов, конечно, с проводом и батареей это пока невозможно. Ну, в заключении, да, хочу сказать, что, конечно, все методы, которые используются сейчас, они важны, но в некоторых случаях, когда уже глубоко, далеко зашедшая сердечная недостаточность не позволяет рассматривать какие-то другие перспективы лечения, остается у нас, по сути дела, два выбора. Либо сделать трансплантацию сердца, либо имплантацию обхода. И потенциал огромнейший, потому что, как известно, объем производства, они удешевляют эту технологию, и я надеюсь, что скоро она будет доступна. Если появятся соответствующие квоты, то я думаю, что это будет вообще повсеместно распространено. Рассматривать как мозг трансплантации сердца в настоящий момент уже становится ну как-то не совсем правильно, то есть некоторым пациентам надо смотреть это как именно как альтернативу к трансплантации сердца, потому что на всех, к сожалению, донорских органов не хватит, особенно при современных успехах лечения, как консервативного, так и какими-либо другими устройствами. Поэтому я всех тоже хочу призывать к тому, чтобы обратить свой взгляд на эту технологию. Немножко про нее, я надеюсь, побольше узнали, и в дальнейшем, я думаю, что у нас много будет пациентов, правда, без проводов, конечно, в идеале. Спасибо за внимание. Какие-то, если вопросы есть, я готов ответить. Михаил Григорьевич, спасибо за очень интересный доклад. Тема, несмотря на то, что она разрабатывается достаточно давно, она все-таки для нас остается новый, продолжает оставаться. Я надеюсь, что мы все-таки немножко переломим эту ситуацию и будем популяризировать этот метод. Но вот скажите мне частный такой вопрос. Когда мы имплантируем пациенту обход левого желудочка и имеем какие-либо нарушения ритма, то есть это те же пациенты, у которых высокий риск развития желудочковых нарушений ритма и фибрилляции желудочков, как пациенты себя ведут именно с имплантированным насосом, с такими нарушениями ритма? И продолжая этот вопрос, нужно ли им имплантировать кардиоверторы-дефибрилляторы? Как себя ведут эти насосы, когда дефибрилляторы срабатывают? И так далее, и так далее. Вот этот аспект осветите, пожалуйста. Вопрос безумно интересный, потому что я до буквально недавнего времени видел только одну статью, которая была посвящена, это наш пациент, которому был имплантирован левого желудочка и обход, он вызвал скорую помощь из-за плохого самочувствия. Скорая помощь приехала, увидела фибрилляцию желудочков на пленке, не решились сделать дефибрилляцию дома, отвезли в больницу, где впоследствии была выполнена дефибрилляция. Устройство это имеет защиту специальную, то есть проводить дефибрилляцию можно и нужно в таких случаях. Что касается имплантации дефибрилляторов, ну вот этот пациент, ему мы рассматривали имплантацию кардиовертора, но тем не менее на фоне оптимальной медикаментозной терапии, подобранной антиаритмической, больше у него таких эпизодов не повторялось и пока мы его перестали рассматривать. Буквально недавно я прочитал тоже статью о том, что точно так же пациент с фибрилляцией желудочка в течение нескольких часов находился и хоть обход и только левого желудочка, он каким-то образом все-таки справляется в данной ситуации. Также у нас есть пациенты, которым мы имплантировали левый желудочный обход с наличием кардиовертора-дефибриллятора, в том числе и для кардиостимуляции, потому что все-таки правый желудочек, и он всегда имеет какую-то недостаточность у этих пациентов, сниженную фракцию выброса и правильный ритм все-таки у этих пациентов достаточно важен. Поэтому я хочу сказать, что тема неизученная, данных каких-то глобальных по этому не очень много. Есть несколько публикаций, где рассматривали пациентов, которым имплантировался и обход, и КД, и показали статистически, у них, конечно, улучшалась выживаемость, но не очень там значительно. То есть это порядка, может быть, 10% от силы, а то и меньше. Поэтому я считаю, что в таких случаях, конечно, надо имплантировать ИКД при невозможности подобрать оптимальную медикаментозную терапию, в том числе и с возможностью подбора оптимальных частотных показателей для этих пациентов. Спасибо. У кого-то, может быть, еще какие-то вопросы созрели, пока я не задал следующий. Да, у меня, если позволите, есть один вопрос к Дарине Фересовне насчет того, что вы сказали, что проводилась абляция радиочастотная с целью восстановления синусова ритма на одном из слайдов. У меня вопрос такой, а вот такая, скажем, непопулярная методика как радиочастотная абляция оба узла, да, с имплантацией кардиостимулятора у этих пациентов, дабы избавить их от возможности, может быть, избыточного терапии с целью расширения консервативного лечения сердечной недостаточности. Были ли такие пациенты? И как вы смотрите на возможность вот их такого именно лечения? Спасибо за очень интересный вопрос. Мы крайне редко прибегаем к данной методике. считаем, что все-таки до победного нужно пытаться сохранить активные структуры до того, как их разрушать, в том числе АВ-узел. Мы все-таки в рамках данного исследования смотрим на применение радиочастотной аблации. Сейчас даже есть идея о применении криоаблации задней стенки левого предсердия. Тоже достаточно эффективная процедура. А именно к деструкции АВ-узла и имплантации ЭКС мы пока не прибегали среди тех больных, которых я отсматриваю. То есть стараемся корректировать либо через РЧ, либо медикаментозно. Спасибо за ответ. Ну и вот в догонку к этому вопросу. Все-таки, как вы думаете, именно тахисисталия является причиной усугубления сердечной недостаточности у больных с фибрилляцией предсердия и сердечной недостаточности? Либо вот именно сама фибрилляция десинхроннее предсерденно-желудочковая и так далее? То есть имеет смысл элиминировать фибрилляцию у больных с тахисистолической формой, или все-таки норму форму тоже нужно лечить, если мы будем считать, что именно фибрилляция предсердия является причиной? Спасибо за вопрос. Опять же, следует отметить, что подход должен быть индивидуальным. Если у пациента возможно восстановить синусовый ритм, и мы уверены в том, что будет удержание этого ритма, то тут нужно делать все возможное, в том числе радиочастотная оплация, если потребуется повторный. Если же мы видим огромные размеры левого предсердия, и мы заведомо знаем, что удержание синусового ритма у данного больного не получится, здесь уже применяется тактика контроля частоты, потому что заведомо мы знаем, что синусовый ритм долго у больного не продержится. Спасибо. Спасибо, Тарин Форесман. Ну, я думаю, мы уже приблизились вплотную к тому, чтобы подытожить нашу секцию, наше заседание, которое было посвящено немедикаментозному лечению хронической сердечной недостаточности. Ну, из всего того, что мы здесь услышали, я думаю, уже понимание есть, то, что мы можем предложить больным с хронической сердечной недостаточностью. Достаточно большой спектр вариантов хирургического лечения. Я уже не говорю про ревоскулиризацию, которая уже умолчая должна быть. Я говорю про различных устройств, будь то кардиовертер-дефибриллятор, который значимо влияет на выживаемость, рессинхронизирующие устройства, которые также помогают нам повысить функцию левого желудочка у больных с выраженной десинхронией, модуляция сердечной сократимости, которая вот, наконец, пришла к нам и которая вот Татьяна Марковна продемонстрировала очень хорошие результаты, но вот именно у больных с недраматично сниженной фракцией выброса левого желудочка. Мы поговорили о интервенционном лечении нарушения ритма сердца, о фибрилляции предсердий, которые по данным последних достаточно крупных исследований показывают, что ее, если лечить катетерным способом, мы тоже улучшаем выживаемость у больных с хронической сердечной недостаточностью. Желудочковое нарушение ритма сердца, тоже катетерное лечение продолжает набирать обороты, и мы можем улучшить и прогноз, и качество жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью. И терминальные больные, которым, несмотря на дефицит донорских органов, мы можем предложить имплантацию обходов левожелудочковых и других насосных устройств, либо бивентрикулярных обходов, которые могут помочь этим пациентам либо дождаться трансплантации, либо именно жить с такими насосами. И я надеюсь, современная медицина будет развиваться именно по этому пути, и мы будем более эффективно помогать вот этой группе больных, которые имеют, к сожалению, плохой прогноз, как хроническая сердечная недостаточность. Я думаю, мы можем поблагодарить за внимание всех участников. Спасибо, что вы нашли время, присоединились, всех зрителей, которых, к сожалению, было не так уж и много, но они были. И надеюсь, до скорой встречи уже в очном формате после победы над пандемией. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok